Открывая заседание Совета по местному самоуправлению, президент особо подчеркнул, успешная реализация национальных проектов невозможно без активного участия в этой работе муниципальных органов власти, самых близких к людям. Именно у этого уровня публичной власти огромная сфера ответственности. Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию никак не затронут самостоятельность местного самоуправления, но президент считает, что работа властей на местах должна лучше координироваться на федеральном уровне. Владимир Путин поручил разработать новые основы государственной политики в сфере развития местного самоуправления. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами, дворами хорошо прибранными, благоустроенными, удобными, спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей. Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. На заседании Совета особо отмечено. Муниципальным властям необходимо больше времени уделять работе с населением, а не кабинетной рутине. Самарская область в этом направлении может быть примером. Ни один проект благоустройства общественного пространства или двора не обходится без согласования с жителями. Как и выбор дорог, которые необходимо отремонтировать. Мест под строительство школ, детских садов. В этом году работа с населением в регионе вышла на новый уровень. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу самарской молодежи и поручил запустить проект «Культурное сердце России», по которому жители региона формировали летнюю культурную программу в своем городе или селе. В ряде регионов созданы цифровые платформы для эффективного взаимодействия с населением. И Владимир Путин поручил тиражировать этот опыт во все муниципалитеты страны. Министр экономического развития России Максим Решетников обратил внимание участников совета на то, что около трети расходов нацпроектов идет именно на муниципальный уровень. При такой мощной поддержке муниципалитетов со стороны федеральных и региональных властей органы местного самоуправления не всегда справляются с возложенными на них задачами. Предварительные цифры освоения средств по национальным проектам показывают, что при среднем уровне освоения средств 94 процента, те направления, которые связаны с муниципалитетами, там освоение существенно меньше. И если один-два муниципалитета не выполняют, получается, что весь регион не выполняет национальные проекты. И в этих условиях губернаторы просто на следующий год лишают муниципалитеты, которые не справляются с задачами, средств. Министр предложил не лишать финансирования тех, кто отстает, а усилить персональную ответственность чиновников. В каждом муниципалитете названы ответственные за реализацию нацпроектов. Их работу контролируют кураторы из регионального правительства. Для того, чтобы картина по реализации нацпроектов по региону в целом была максимально полной, по поручению Дмитрия Азарова областное правительство при поддержке федерального казначейства создало единую систему мониторинга исполнения нацпроектов. Лариса Шлафаст, События.